В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главные темы дня. Рязань-2030. Губернатор презентовал стратегию развития региона. Правила лицензирования. Правоохранительные органы за год изъяли 800 единиц огнестрельного оружия. Мороз и капризы погоды. В Рязанскую область пришли аномальные холода. Надолго ли? Региональные власти публично представили стратегию развития Рязанской области до 2030 года. Своеобразным фронтменом презентации выступил губернатор области Николай Любимов. Путь, по которому пойдет Рязанская область, нуждается в адекватном пересмотре ориентиров и целей с учетом непростого времени. О главных тезисах стратегии расскажем далее. Особая гибкость и оперативность, сервисность власти при всей пафосности терминов в экономической стратегии есть вполне реальные точки роста. Или, как еще модно сегодня говорить, драйверы. Строительство в Рязанском районе нового города спутника, возведение моста дублера через Аку, создание эко-технопарков, чье рождение, как мы помним, верят сегодня даже в Кремле. Условий для появления новых рабочих мест предостаточно. Денег на проект развития в регионе достаточно. Нас поддерживает федеральная власть, поддерживает лично президент. Если какой-то проект по-настоящему необходим, затрагивает интересы широкого круга граждан, несет в себе идеи повышения качества жизни людей, он всегда найдет поддержку. Обустройство набережной, открытие планетария и даже колеса обозрения – все это на бумаге выглядит убедительно. Но первичная все же активность самого населения. Программа поддержки местных инициатив в этом смысле один из главных инструментов общения. Особенно для неблизких сельских поселений. Для того, чтобы денег на это было больше, доверия инвесторов выше, области нужен узнаваемый бренд. Корпорация развития Рязанской области совместно со студией Артемия Лебедева разработала региональный бренд. Бренд Рязанской области. Мы надеемся, что он понравится рязанцам. Он в полной мере отвечает и идее современного формата развития нашего региона, и богатого исторического и культурного наследия нашей области. Предыдущий логотип Рязани от того же автора за 17-й год получился, мягко сказать, дискуссионный. Ну да ладно, намного важнее те обещания, которые включили чиновники в стратегию развития. Итак, до 2025 года обещано отремонтировать все детские поликлиники в области. Построят и отремонтируют 34 объекта водоснабжения, обновят более сотни автобусов и троллейбусов городского автопарка. Все инициативы еще доработают и полноценно на федеральном уровне стратегию представят в феврале следующего года. Максим Васильев, телекомпания «Город». В конце года все правоохранительные органы публично говорят об итогах деятельности. Отдел лицензионно-разрешительной работы Рязанского управления Росгвардии тоже подвел свои. Цифра года здесь 800. Именно столько единиц огнестрельного оружия было изъято у населения. С остальными цифрами Валерий Седов. Валерий, присаживайтесь, пожалуйста. Разрешите осмотреть оружие? Да, конечно, давайте посмотрим. Оружие на столе – это травматический пистолет «Гранд Пауэр». Первым делом сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы смотрит разрешение. Заполняет необходимые документы, сверяет номера. Пусть оружие газовое, его проверка идет не хуже, чем боевого. На стволе, например, есть затертая цифра. Поэтому пистолет помещают под микроскоп. Наводит резкость и теперь весь номер читаемый. Для проверки технического состояния ствола оружия вставляем эдоскоп в ствол. Маленькая камера покажет и ржавчину, и раковинки. Будет виден любой дефект ствола. Здесь сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы ничего подобного не увидели. Все в соответствии. Никаких вопросов и претензий к вам по данному оружию нет. В понедельник и среда в отделении лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардией приемные дни. Самый частый запрос – продление разрешения на оружие. Подавать его нужно за месяц до истечения срока. Не успеешь, оружие могут и конфисковать. В 2021 году сотрудниками подразделения лицензионно-разрешительной работы осуществлено более 7 тысяч проверок условий сохранности оружия у владельцев оружия. Выявлено более 600 правонарушений в сфере оборота оружия. Из-за оборота изъято более 800 единиц различного магистрального оружия. Грубых же нарушений за 2021 год не выявлено. Есть легкие, но часто встречающиеся. Например, нарушение условий хранения. Впрочем, мелкими нарушения можно назвать лишь условно. Право на оружие – это все-таки большая ответственность. Поэтому каждый нюанс должен быть учтен и задокументирован. Включая даже какой-нибудь скол на прикладе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». В Рязанском Кремле презентовали выставку «Цирк зажигает огни», посвященную 50-летнему юбилею со дня открытия здания цирка. На выставке рассказали историю появления Рязанского цирка и показали архивные документы. В архиве листали дела Куберского управления и обнаружили как раз вот эти вот планы. Цирк – это особый вид искусства, сочетающий в себе много жанров. Театральный, музыкальный, акробатический и спортивный. Упоминания о цирке в местных газетах появлялись очень часто. И, судя по ним, представления пользовались большой популярностью. В 1971 году цирк построили по типовому проекту, но с некоторыми изменениями. Манеж цирка был выполнен полностью из каучука, что является редкостью по сей день. И в цирке имеется два манежа. Один манеж для основных цирковых представлений, а другой для репетиций. В 2015 году была произведена реконструкция и ремонт цирка Рязанского, а в 2018 году уже открыли новый отремонтированный цирк. Три месяца научные сотрудники музея по крупицам собирали печатные материалы и фотографии из разных источников, чтобы собрать это все в единую экспозицию. Сначала мы писали концепцию, чему посвящена цель и задача, комплексы. Обращались в архив, государственный архив Рязанской области, пролистывали дела губернского прошения, чтобы нам обнаружить планы. Мы хотели показать всю историю от революционной истории и до начала 2000-х годов, уже современной циркой. Эта выставка заключительная в этом году для Рязанского музея-заповедника. Она ждет всех желающих до 14 января 2022 года. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанской библиотеке имени Горького подвели итоги деятельности в науке и технологиях РГУ имени Есенина. Перспективы педагогического и кадрового форумов, обсуждение этапов развития. Эти и многие другие вопросы в нашем следующем сюжете. 2021 год стал годом науки. Его статус РГУ посчитал прямым руководством к действию. Ученые стали чаще встречаться. Всевозможные форумы, научные лекции, круглые столы. Но самым важным ректор ВУЗа Андрей Минаев назвал форум древних городов. В этом году его провели в четвертый раз. Для нас огромная честь принимать участие в рамках форума древних городов. Хочу сказать, что на мой взгляд очень точно, емко была определена тематика четвертого форума, культурный код древнего города, который позволил проявить себя практически всем гуманитариям Рязанского государственного университета. И вот такой междисциплинарный подход сделал очень емким научную конференцию «Рязанская земля. История культуры и общества», в которой приняли участие со своими докладами и выступлениями более 40, точнее 47 преподавателей научных сотрудников Рязанского государственного университета. По словам Андрея Минаева, для Рязанского университета библиотека – важнейший культурный центр и основная площадка для общения. Итоги года для Рязанской науки в целом позитивны. Научные достижения сотрудников институтов и факультетов это только подтверждают. В рамках Рязанского педагогического форума одним из ключевых мероприятий был марафон научно-образовательных мероприятий для педагогов и руководителей школ Рязани и Рязанской области. Преподавателями университета было проведено ровно 60 мероприятий, среди которых открытые лекции, панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, семинары-практикумы. Преподаватели РГУ регулярно выступают с публичными лекциями в областной библиотеке, принимают активное участие в образовательном проекте «Онлайн-университет Горьковский». Год науки подходит к концу, но темпы общения ученое сообщество будет только наращивать. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Мороз до минус 25, метель и циклон. Синоптики обещают аномальные холода в конце декабря 2021 года. Рязанцы уже успели ощутить на себе и метель, и дожди, и резкое падение температуры, которое привело к сильной гололедице. Однако на этом капризы погоды в регионе не заканчиваются. Погода начала портиться еще в воскресенье 19 декабря. Связано это с резким падением атмосферного давления до 730 мм ртутного столба и ниже, при норме 748 мм. Это вызвало сильный ветер порывами до 17 м в секунду и метель. Этот день был предвестником аномальных холодов. Со вторника Рязани области оказались в плену полярного холода на всю следующую неделю. Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение на территории Центрального федерального округа. 20 декабря температура резко понизилась и в течение суток составляла от минус 14 до минус 9, что на 4,6 градусов ниже климатических показателей. 21-22 декабря мороз усилился ночью до минус 22-17 градусов, днем до минус 18-13. При этом среднесуточная температура ниже климатической нормы на 10-12 градусов. По предварительным расчетам такая морозная, аномально холодная погода сохранится до 25 декабря, сообщается на сайте Росгидромета. Согласно долгосрочному прогнозу на зиму, похолодание может продлиться до Нового года. Причиной такого резкого перепада температур и аномальных холодов стал сильный циклон. Синоптики предполагают, что впервые за несколько лет температура воздуха в новогодние праздники будет по-настоящему комфортной, без оттепели и дождей. Столбики термометров опустятся до 10-13 градусов, изредка будет идти небольшой снег. Однако прогноз может еще поменяться. Красная икра – ценный деликатес с высокими вкусовыми качествами. Эта закуска любима на праздничных столах многих россиян. Кроме того, настоящая камчатская лососевая икра очень полезна. Именно сейчас ее можно приобрести на развес на выставке продажи «Икра и рыба камчатская». Как известно, рыбные запасы камчатки буквально неиссякаемы, причем лососевых здесь больше всего. Помимо того, что они обладают деликатесным мясом, их ценность еще и в икре. Это еще одно несомненное сокровище камчатки. На выставке продажи «Икра и рыба камчатская» состав этого деликатеса натуральный. Только, собственно, сама икра и соль. Этим явство и ценится гостями ярмарки. Чтобы полностью насладиться не только пользой, но и вкусом икры, ее необходимо подавать к столу холодной. При намазывании на хлеб икру кладут на сливочное масло, которое дополняет и оттеняет изысканность ее вкуса. Вкус красной икры становится еще благороднее при сочетании с авокадо, креветками, свежими огурцами. Интересное сочетание возникает с персиками. Красная икра из Камчатки – великолепный деликатес, имеющий разные варианты вкуса и вида благодаря многообразию пород лососевых рыб в регионе. К ним относятся полюбившиеся рязанцами чавыча и белорыбеца. Эти виды рыб можно найти на выставке продажи до 26 декабря. На выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» можно продегустировать любую рыбу или икру, попробовать ее и, если понравится, приобрести. Кроме того, на ярмарке представлены палтус, омуль, муксун, нерка, зубатка и многое другое. О пользе морской рыбы можно говорить бесконечно. Она подходит людям любых возрастов, рыбка питательна и считается диетическим продуктом. Так что лишние килограммы обойдут фигуру стороной. Замороженной рыбы здесь не увидишь, все только свежее. Закуски превосходного качества приезжают в Рязань прямо с Камчатки. Рыбка на выставке продажи очень сочная и нежная. Здесь представлена рыба слабосоленая, горячего и холодного копчения. Настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» ждет всех рязанцев и гостей возле входа торгового центра «Премьер». Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Партнер программы «День города» и «Край рыбы Камчатская». Свежие деликатесы ждут вас у торгового центра «Премьер». А на этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова